У нас ведь последняя лекция, более того, она укороченная, я вас оставлю не позже, чем через час. Примерно так оно и предполагалось, просто совпало. Значит, у нас в следующий вторник для 321 группы в Машзале, я не помню в каком, кто-нибудь помнит в каком? Ну, короче говоря, зачет по праху. И там же, видимо, под конец всего, уже ближе после 6 часов, остановка автоматов. Я надеюсь, я в выходные нарисую. Очень надеюсь. Вот. На сайте будут. Просто поскольку у нас мы не смогли заказать под зачет аудиторию на пораньше, на вторник, она передвинулась аж на 4 часа. Это означает, что он зацепит наше лекционное время. Вот. Ну, там уже зачетная сессия, лекционные и не лекционные никого не волнуют. Просто я к тому, что меня, скорее всего, надо будет искать там и не тут. Вот. Ну, обо всем об этом будет информация на сайте. Так, а я тут тем временем уже все запустил. Пока загорается проектор, я, значит, чего хотел сказать. Помните, я в прошлый раз обещал, там у нас была одна домашняя задачка недоделанная, и я обещал, что будет еще одна. Я вас обманул. Я не стал делать ни одной из них, и недоделанную удалил, и как бы отсутствующую не сделал. Просто, ну, пора уже с этим заканчивать, и потом пора уже мне начинать считать результаты. Вот. Не знаю даже, с какого пункта все это безобразие начать. Наверное, все-таки начну с дорассказывания про какие-то вещи, про которые, может быть, имел смысл рассказать в этом семестре, если бы мы успели. Вот. Чуток, буквально. Этот чуток будет в достаточной степени обзорный, потому что мы сейчас с вами замахиваемся, ну, типа мы немножечко питончика прошли, а теперь мы пытаемся в одну лекцию замахнуться на все остальное. Понятное дело, что этого всего остального намного больше. Вот. У меня было, я планировал порассказывать немножко про стандартные модули питона, но я туда зашел, вот, на стандартные модули питона, и я, помнится, говорил, что их много, порядка 200, и я подумал, что если я сейчас просто начну перечислять те, которые могут пригодиться в жизни, с описанием того, почему они могут пригодиться в жизни, это будет полностью соответствовать беглому чтению вот этой странички глазами, потому что на больше меня не хватит. Вот. Поэтому, с вашего позволения, я не буду перечислять все так или иначе удобные, нужные в жизни модули питона. Вот. Остановлюсь только на нескольких, просто чтобы моя совесть была чиста, чтобы я тешил себя обманом, что я вам про эти модули рассказал, а они нужны. Значит, первые два модуля, которые действительно имеют смысл было упомянуть, и у нас просто этот кусок занятия пропал, как-то нас в этот раз существенно больше. Я бы сказал, раза в два. А между тем, сегодня ничего не происходит такого. Ну, хорошо. Значит, два модуля, про которые действительно стоит рассказать, это модуль Sys и модуль Os. Не надо путать. Sys – это на самом деле модуль, относящийся к самому питону и к его внутренностям, а Os – это модуль, относящийся к операционной системе. Вот Sys, несмотря на слово System вот здесь, под словом System имеется в виду сам питон. Вот. Из модуля Sys, пожалуй, главное мое упущение, которое мы не потыкали, это поле Argue. Поле Argue, это даже я покажу, наверное, примерчик, позволяет из командной строки, как в S, получать доступ к командной строке. Наоборот, из питона получать доступ к командной строке, с которой была ваша программа запущена. Ну вот, значит, плохое слово. Выглядит это очень просто, безо всяких затей. Вы говорите импорт Sys. Вы вообще довольно часто говорите импорт Sys, на самом деле, если пишете программу в реал-лайфе на питоне. Импорт Sys – это чуть ли не самый главный импорт. Вот, вот нужно самый. Соответственно, и вам тут же проезжает в поле Argue массив, список строк, которые вы передали из командной строки. Если мы можем написать вот так вот, допустим, print. О, кто-то искал слово print в прошлой жизни в этом редакторе. Все, больше мы слово print не ищем. Sys.rgv Ну, давайте, может быть… Да нет, там все будет совершенно очевидно. Вот. Какая-то такая программа. Смотрите, так же, как в Sys, когда вы запускаете ее без параметров, у вас первым же нулевым элементом этого списка приезжает импорт. В данном случае это импорт с крипта, который запускается, да, с питомцкого. Если вы туда пишете какие-то параметры, вот они приехали в качестве параметры с командной строки. Таким образом, на питоне можно писать нормальные программы для запуска из командной строки, ежели для вас это нормально. Чуть позже мы очень-очень бегом пробежимся по возможностям, которые еще больше расширяют возможности командной строки. Вот. Собственно, ничего другого не стоит говорить про этот самый RGV, кроме того, что он достаточно большой, туда можно напихать много всего. И вы можете так же, как использовать старый трюк, который используют так же и там в каком-нибудь Linux, например, или в других уникс-подобных системах, модифицировать поведение вашей программы в зависимости от того, какой у нее нулевой параметр, то есть в зависимости от того, как она называлась. То есть взять, сделать несколько ссылок, несколько имен одного и того же файла, и будучи запущенным с одним именем, он делает одно, а будучи запущенным с другим – другое. И это все тоже очень легко сделать. Ну и в принципе парсинг для нас с вами теперь распарсить список строк не вставляет вообще никакого труда, мы это все время сделаем. Вот этот список строк к нам приезжает с командной строки. Вот. Как это? Нашу серию не то чтобы фейков, но таких легких обманов продолжает поле пасс, которое для тех, кто опять-таки сдавал оси и вообще чего-то такое в этом вашем Linux учил, все скажут сразу, я знаю, что такое пасс. Пасс – это место, где лежат пути к бинарникам в системе. Нет, не правда. В случае питона, напоминаю, сис – это модуль, относящийся к питону, а не к операционной системе. Ну и, соответственно, пасс, сейчас мы его увидим. Нормально видно? Побольше не сделалось. ИПАФ – это, оказывается, список каталогов, в которых лежат питомские пакеты. Мы про это, на самом деле, кажется, вспоминали во время одной из лекций. Мы, когда говорим импорт, там происходит довольно хорошо специфицированная, но не простая процедура поиска модуля среди тех мест, где они могут лежать. ИПАФ – это как раз те места, где они могут лежать. Отдельно обращаю внимание на первый элемент этого списка, не нулевой, а первый. Модуль может лежать внутри zip-файла. Вот тот самый zip-ап, который мы в прошлый раз упоминали, добрым словом, позволяет целую файл-систему сложить внутрь, ну и, соответственно, модуль pzip. Целую файл-систему сложить внутрь zip-архива и прямо оттуда, прямо оттуда импортировать модуль, что, в общем, довольно удобно. В разных операционных системах этот список будет совершенно разный, понятное дело. Среди прочего здесь будут системные каталоги. Вот. Текущий каталог. А если соответствующий каталог будет найден, на этой машине его просто нету, то и каталог в домашнем каталоге тоже. .local.slashlib.slashpython.3, кажется, так он должен называться, чтобы здесь появиться. Понятное дело, что если такого каталога нету, то он здесь при старте не появляется. Вот. И это что касается path. Дальше. Ну, просто ради прикола. Где оно? Просто ради прикола. sys.ps1. Полмаленькими буквами. Это строка подсказки. Догадайтесь, там 6.ps2. Догадайтесь, для чего оно нужно. Когда мы открыли какую-то питомскую конструкцию и не закрыли ее. Да, вот что-нибудь такое. Ну, не так, естественно. Вот так. О, вот это ps2. Да. Просто ради упоминания, так же, как опять-таки в C, мы помним, что программа, написанная на C, запущенная на C, будет запущена с тремя уже открытыми файлами, с tdin, stdout, stdr. Вот. Абсолютно точно так же питом, особенно написанный на C, обладает тоже тремя такими потоками, и к ним можно обращаться, к этим потокам, как к файлам, по протоколу файла. То есть, читать ридом, там, писать в райдом, вот это все. Если бы у меня было время, я бы показал трюк, связанный с чтением stdin, stdin, как из файла, для того, чтобы можно было, ну, пользоваться классическими файлами-операциями, а не всем вот этим нашим input-ом, eval-ом, вот этой вот ерундой. А прям взять stdin.read, там, ну, по кусочкам. Вот. Ну, всякие информационные штуки, например, .version. Да что ж такое, почему я из нее все время выхожу? Вот. Который содержит длинную строчку со всякими интересными штуками про то, как этот питом был собран, какой он версии. Вот. Вот. Это довольно такой не очень новенький питом, собранный, тем не менее, видимо, обновленный в октябре 19-го года. Вот. Для дистрибутивов alt-linux-team. Если вы хотите попарсить эту строчку и разбить на куски, узнать там отдельно версию, отдельно там дату сборки и так далее, не делайте этого. Потому что есть сис точка, забыл что, платформа. Вот в этом платформе есть отдельно все и всякие другие тоже там версии. А, нет, платформа только-только операционная система. Соврал. Но не важно. Важно то, что куски этого сис-вершин лежат и там. Короче говоря, модуль сис очень полезный. Вот. На досуге почитайте его. Там будет некоторое количество ненужных вещей, некоторое количество явно каких-то кишок питонних. Вот. Потому что, напоминаю, модуль сис отвечает за питон лично. Ну, в смысле, за сам питон, да? За систему исполнения программ на питоне. Вот. Но, тем не менее, там внезапно может открыться много интересных, нужных штук. О, сис-экзит я с тобой упомянуть. Так же, опять-таки, как программа на си, которая может вернуть экзит-статус. Нулевой экзит-статус это безошибочный, а не нулевой это какая-то ошибка. Вот сис-экзит делает то же самое. Так. Второй модуль из тех, которые полезно почитать на досуге, это модуль ос. Правда, с модулем ос тут ситуация такая. Я вот его на досуге почитал, и выяснилось, что он почти полностью состоит из не просто каких-то примитивного взаимодействия с операционной системой, а из того, что мы учили на этих самых, на операционных системах. Там вот вся вот эта начинка на самом деле есть. Вот если посмотреть, там будет вот это вот, догадайтесь, что такое. Переменное окружение вашего процесса, да, которое можно получить в виде строк, а можно получить в виде байтовых строк. Мало ли что туда записал пользователь, какую ерунду. Вот. Вот это вот, например, работа с каталогами, да, CHDIR, Get Current Work Directory. Вот. Ну вот можно еще сказать GetEnf. Еще SetEnf можно где-то сказать. Вот это работа с идентификаторами процессора. GetGit, GetPit, вот это все. Да, там даже есть SituIt где-то там дальше. Вот. Много разных. Вот PutEnf есть. Не SetEnf, а PutEnf. Это записать в FN. Вот. Вот это у NIM, у MASK. Короче говоря, и это смотрите, вон, видите, куда у меня градусник? Я показал примерно десятую часть того, что есть в модуле OS. Обратите внимание на такие вот подписи внизу. Availability Unix. То есть, скорее всего, это не просто системные вызовы, обернутые в питон. Точнее, не так. Системные вызовы, обернутые вызов библиотеки Lipsy, обернутые, естественно, все, обернутые в питон. А еще и специфичные для операционной системы. Недаром этот модуль называется OS. Вот. У меня даже после чтения вот этого всего беглого появилась идея, а вообще не забацать ли маленький курс системного программирования, именно системного, именно в стиле, значит, вот в котором у нас на втором курсе это преподается, но не на сей, а на питоне. Вот. Потому что это возможно. Потому что вот модуля OS нам хватит, ну, процентов на 75, я считаю. Для базового, естественно, изучения вот такого. Ну, может быть, на 50. Вот. Отдельно, ну, то есть там все есть, на самом деле. Да, там. Там даже есть Open и Write не питоние, а хишные, которые возвращают дескриптор номер один, номер ноль, там, номер три, вот это вот все. Вот. Ну, короче, много всего. Даже можно, помните, было такое задание у Алексея Николаевича Сальникова, узнать размер терминала, там, что-то строчку как-то отформатировать. Вот узнать размер терминала можно вот так. Вот. Да. Отдельно, да, значит, всякие файловые, файловые системные вызовы типа стат работают, ну, чему, чему, ну, короче, все, что нужно есть. Отдельно, особняком, стоит модуль os.pass. Сейчас я попробую из него что-нибудь вызвать. Ос.pass – это работа с именами файлов, с путями. Поскольку питом все-таки кроссплатформный язык программирования, то забабахивать туда пути вида c://programfiles, бэкслэш чего-то там, или наоборот, slash usrhome, там, slash usrshary, чего-то там, вот, прямо так. В надежде, что на всех операционных системах это будет работать. Идея не очень хорошая. Более того, мы знаем, что в разных операционных системах даже разделитель в пути, он разный. Ну, так вот, os.pass предназначен ровно для этого. Например, вот это и есть разделитель, который разделяет имена файлов и каталогов вашей текущей операционной системы. Или, например, можете вот сказать вот так вот, и получить вот такую строчку. Вначале можно еще пустой путь указать, да? Нет, нельзя. И получить вот такую строчку, в которой путь строится из соединения имен файлов, которые более или менее во всех операционных системах одинаковые, и вот этого сепаратора, да? Это такой же join через слэш, только это не обязательно слэш. В винде будет бэкслэш, например. Вот. Правда, в винде есть не изменение памяти, слэш тоже можно применять, питон вас поймет. Вот. Ну и всякие, всякие связанные с путями штуки, типа из dir, там, из файл, ну, много чего. Вот. Почему я все время это открываю? Закройся уже. Неожиданно для меня, но это, видимо, совпало с появлением соответствующего системного вызова и соответствующей аппаратной поддержки со стороны компьютеров, неожиданно для меня я обнаружил в ос также, например, функцию getRandom, которая возвращает... Вот почему я это делаю. Которая возвращает случайное число. Только даже не число, там можно, кажется... Вот. Пожалуйста. 10 случайных байтов. И, кажется, уRandom еще есть. Да, точно. Вот. Значит, обращаю ваше внимание на то, что это тоже операционно-системно-специфичная штука, потому что в Linux, например, у вас просто есть устройство, из которого можно почитать случайные числа. Оно как раз так называется DEF-Random и DEF-U-Random. Вот. Их там два. И в современных процессорах есть ли даже специальная железяка, которая генерирует относительно случайные числа. Кажется, были какие-то скандалы с этим связаны, но я уже забыл. Вот. То есть, это именно что почти случайные числа, за случайность которых отвечает операционная система. Откуда уж она там возьмет эту энтропию, это не ваша проблема. Вот. Ну, раз пошла такая пьянка, можно же еще вспомнить о модуле, который называется, собственно, Random. Вот. Время как течет. Random. Дом. Дом, я сказал. Вот. Который отвечает за так называемые генераторы случайных чисел. Ну, или псевдо-случайные числа в прямом смысле этого слова. Что такое генератор случайных чисел? Возможно, вы уже знаете. Не факт, что, да. Ну, вот некоторые кивают, что знают, но некоторые, может быть, вот тут не знают. Всякие люди нас смотрят. Вот. Значит, идея стоит в следующем. Вы придумываете какую-нибудь страшную формулу. А, кстати, у нас было домашнее задание на эту тему. Вот. Вы придумываете какую-нибудь страшную формулу, которая выдает некое число по виду совершенно случайное. Ну, скажем, целое. А потом следующее случайное число тоже, в общем, довольно случайное по отношению к предыдущему. А потом еще следующее. А потом еще следующее. Выглядит примерно так. Random точка RunRange. Ой, нет, не так. А вот так. Ну, только откуда, докуда. Ну, скажем, от 10 до 20. Вот вам случайное число в диапазоне от 10 до 20 не включая 20. А поскольку почему-то в мире случайных чисел в диапазоне принято включать конечное число, то вот, пожалуйста. Вот вам случайное число в диапазоне от 10 до 20 включая 20. Вот. Если я постараюсь, 20 выпустит. А вот. Соответственно, каждый раз, когда вы запускаете питон, этот датчик случайных чисел инициализируется, вот, и вы можете, ну, не знаю, там, вот что-нибудь такое написать. Ну, не знаю, диапазон от 10, то есть от 0 до 9 включительно. Да что ж такое? for. Вот. Ну, и вот они будут генерить какую-то штуку. При этом, вот мы вышли из питона, вошли в питон, и у вас внезапно показывают какое-то другое значение. Вышли, вошли, и он показывает внезапно какие-то другие значения. Все хорошо. Все хорошо, за одним исключением. мы, то есть, может быть, кстати, это исключение скорее тоже хорошо, а не плохо. Фишка стоит в следующем, что вы можете вот этому датчику случайных чисел задать определенное начальное значение. Просто оно, когда вы входите в питон, каким-то образом случайно выбирается, например, с помощью того рандома, который системный. А если мы, допустим, сделаем вот так. Мы вошли в питончик и сказали рандом рандом точка сид ну скажем сто пятьсот и выдали вот эту последовательность. Видите? восемь, шесть, два, ноль, два, да. Если мы скажем снова рандом сид сто пятьсот, то эта последовательность начнется сначала. таким образом возможно такой трюк. Вы говорите возьмем случайное число ну например сто пятьсот сгенерируем тестовое тестовое условие для нашей задачи. Запустим и задача падает. Для того, чтобы сгенерировать такое уже точно случайное тестовое условие для задачи нужно перезапустить датчик случайных чисел с того же самого начального числа. Если кто-то когда-то вообще заморачивался тестированием таким образом то есть составление тестовых входных данных для своих задач то вы помните случайных то вы помните проблему вы вот сгенерировали какое-то тестовое задание направили его на ваш файл он бац на нем свалился и ты говоришь господи зачем же я не запомнил это в файл надо было сначала в файл записать а уже потом перенаправлять но нет а оказывается можно сделать так можно вот этот генератор перезапускать понятное дело что он всегда теперь такой да нет вот надо импотран было сказать вот сначала так потом вот так и потом вызываем эту штуку и она опять воспроизводится вот тут есть одна тонкость вот в этом самом воспроизводимой последовательности случайных чисел о которой я хотел бы вас предупредить тонкость состоит в том что если у вас допустим есть какие-то внутренности питона или какие-то ваши функции которые вызывают случай которые которые сейчас скажу сейчас я до этой тонкости дойду да значит что еще есть в рандоме прошу прощения в рандоме еще есть разумеется случайные числа не целые а в диапазоне от там нуля до единицы те самые которые вероятности вот и этих этих вот случайных чисел тут очень много разных да есть обычное распределение есть униформы нормальные равномерные в диапазоне есть треугольные есть всякие всякие кие-кие-кие вот вот и нормал кстати а нормал вред да это нормал но с каким-то с какой-то с каким-то да это нестандартно ну короче вы меня поняли всякое 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 вот кому кто это кто понимает что это такое тем интересно вот кроме того есть много разных штук довольно полезных для обыденной жизни например какой-нибудь choice смотрите random точка choice ну допустим ну не знаю там случайный выбор из последовательности есть более хитрая штука random точка sample ну допустим из последовательности вот этой нашей три разных элемента ну 5 5 разных элементов вот sample это значит мы берем вот у нас есть population и мы из этих population берем 5 представителей случайным образом взят вот вот здесь закрадывается маленькая проблема с которой я все время столкнулся тоже когда генерил входные тесты я-то рассчитывал что у меня будет все воспроизводимо но в какой-то момент для создания питоновского объекта используется тоже random и он используется неизвестное количество раз и вот как только у вас случайное количество раз random запустится по ходу ваша последовательность разъедется вот я к сожалению не вспомнил пример точный могу еще порыться я даже думал что это ошибка потом решил что нет что я сам сглупил вот где-то там в районе словарей множество это дело возникает неудобно вот ну и последний последний крик я его даже специально скопипащу вот отсюда потому что это новое которое я тоже не так давно узнал ну да ну шафл понятно это перемешать просто в списке вот значит если сэмпл выдает нам набор список из различных представителей нашего поколения то Чойсес выдает список из представителей нашего поколения взятых вот тут значит получится 10 элементов взятых из последовательности множества чего угодно любого любой индексируемой последовательности А, Б, С вот при этом нулевой элемент А будет взят с вероятностью 1 ну невероятностью а скажем так в одном случае из пяти семи семи Б будет взят с вероятностью два случаев из семи а С с вероятностью четыре случая из семи обратите внимание что так оно и есть С встречается намного чаще Б реже а А еще реже очень удобная фиговина которую я постоянно реализовывал вручную и тут внезапно обнаружил ее в питоне не исключено что добавили ее относительно недавно давайте посмотрим кстати когда ее добавили по-моему в 3.6 в 3.6 много вообще всякого вкусного навалили туда во ну-ка точняк в 3.6 вот значит помимо помимо вероятностей абсолютных ну точнее весов это веса да это невероятности вероятность все-таки в опозоне от 0 до 1 это веса есть еще вы не подумайте плохого кумулятивные веса вот значит кумулятивный вес это когда вы каждое следующее число больше предыдущего то есть когда у вас сумма равна 50 а вот эти вот эти числа это просто отметки на этой линейке от 0 до 50 вот иногда бывает вот эти числа получить проще а потом сидеть руками вычитать ну с их колени и тогда вы используете вот такую линеечку это необязательный параметр кстати обратите внимание я помню что я про это рассказывал это нововведение как раз 3.6 питона на вот такую нотацию что означает вот эта звездочка эта звездочка означает что начиная с 3.6 или 3.5 питона кажется все-таки 3.6 у нас не обязательно ситуация когда мы пишем значение по умолчанию для параметра этот параметр превращается в именной все параметры лежащие после звездочки являются именными а все параметры лежащие до звездочки являются позиционными просто у этого позиционного параметра есть значение по умолчанию такие вот дела имейте это в виду значит бла-бла это что касается это что касается рандома что еще может вам пригодиться в жизни да что угодно на самом деле почитайте правда вот сходите по ссылочке почитайте вот эту документацию по части того какие тут бывают модули там правда много интересного верьте мне вот из такого что я тоже часто пользуюсь это модуль time date time модуль time он довольно универсальный это всякие системные вызовы time опять таки до боли напоминающие позиексовые таймы а вот модуль date time это модуль который возвращает время в хорошем parsable формате ватс ну короче посмотрите на него не буду сейчас у меня время прям поджимает поджимает не буду сейчас распространяться на этот счет далеко вот в стандартной поставке питона есть средство для написания графических интерфейсов оно использует самый старый на моей памяти графический вид GZ который называется TK вот он очень старый очень маленький едет вместе с питоном особенность его состоит в том что он едет прямо вместе с языком программирования TCL который с помощью которого он управляется то есть если у вас есть питон у вас есть какие-то куски TCL еще на самом деле вот если у вас полный питон есть да с TK-inter позволяет он TK-inter как я уже сказал писать всякие интерфейсы вот вместо того чтобы вместо того чтобы пытаться сейчас на пальцах объяснить это долго просто покажу что он там базово умеет минус M TK-inter вот вот это кнопочки бум вот там есть менюшки рамочки текст ну как обычно в следующем семестре если пятна на луне сложатся в благоприятную конфигурацию мы будем как раз с этим самым TK-inter и работать вот для тех кому как это к тому хочется еще побыстрее ну не знаю там есть уже написан интерфейс по выбору цвета например который возвращает цвет в формате RGB ну или там вот разные виды месседжбоксов да или какой-нибудь файл чузер не чузер а файл диалог а пожалуйста что я сделал я его свернул что ли да свернул это там три варианта консил не буду не буду не буду ну короче есть несколько вариантов этого самого файла диалога вот да тут я сказал тут я сказал отмену он видите свалился с исключением которые могли бы обработаться короче говоря какой-то кстати сказать он тоже написан на том же самом тк интере так что вы примерно видели диапазон того как это можно применить вот на самом деле это не означает что модулей под питон которые работают с графическими виджетсетами он один их довольно много разных я имею ввиду что это входит в стандартную поставку если вам по-быстрому нужно написать что-то такое менюшно-окошечное тяп-ляп и вот вам пожалуйста вот а значит что касается графики то в принципе в питоне есть какая-то игрушечная графика выглядит это примерно так черепашья вот да наверное наверное в бою это все использовать не очень интересно вот наиболее наилучший способ применения черепашьей графики в питоне это учиться программировать на питоне ссылка которая у нас есть на титульной странице курса она как раз показывает там есть ссылка на учебник так называемый для самых маленьких вот он сделан весь на тк-интере там циклы проходятся как вот вот циклы циклы на тк-интере процедура на тк-интере все на тк-интере довольно удобно за счет вы могли обратить внимание что помимо того что это еще и да вот сейчас она ее догонит и поймает мало того что это черепашья графика она еще скорее всего векторная потому что в ней есть анду вот сейчас происходит анду вот да такие дела в общем опять-таки из соображений побаловаться поиграть вот эта штука вполне себе подходит и пока вы не занялись чем-то действительно серьезным вот последнее что я хотел успеть рассказать прям вот поджимает поджимает я прям сейчас убегу последнее что я хотел успеть рассказать про питон это то что вы можете настраивать работу интерпретатора питона более удобным способом чем это сделано по умолчанию это как ни странно информация находится прямо в тьюториале последняя глава тьюториала называется interactive mode и там написано как написать файл в котором будут питомские настройки которые хранят историю например 20 сейчас я посмотрю у меня эта настройка есть если есть я прям покажу ее нету а может быть она у меня есть где-нибудь в другом месте а вот простейший пример такой ну не простейший но достаточно простой пример такой настройки значит я ручками настраиваю где лежит у меня история я подгружаю определяю парочку парочку функций вот save history я обратите внимание импортивый модуль который называется add exit догадайтесь с одного раза что он делает вот и в результате у меня при выходе из интерпретатора то что сохранялось в историю записывается в этот самый файл вот примерно такая штука обратите также внимание что по окончанию всего этого безобразия я все это я откуда-то переписал естественно я все имена которые я наплодил в текущем namespace тупо удаляю потому что там уже все заряжено выход выполнение соответствующей функции соответствующего коллбека при выходе заряжено вот здесь где вот здесь нет не здесь это exit где был а вот вот здесь да выполнение соответствующего коллбека заряжено вот здесь так что все будет хорошо а мне лишние заранее определенные имена в namespace питон ни к чему вот пожалуйста такая настройка ну в общем почитайте там написано чтобы закончить этот кусок собственно перейти к финальным титрам еще две вещи надо рассказать значит о чем мы не успели поговорить что так или иначе касается языка программирования питон вот но как бы не вошло ни в каких формах в наш разговор самое главное что я так и не удосужился сделать нормальный разбор нормальный рассказ про асинхронные свойства питона это в общем нехорошо потому что это уже часть синтаксиса вот не следует путать асинхронность с параллельностью на самом деле вот речь идет именно о том что у вас есть возможность помните у нас в питоне есть итератор который повторно входим итератор поработал дошел до какого-то гилда и вывлился так вот есть возможность оформлять интерпретацию программ кода в итераторах таким образом чтобы потом если кто-то вам предоставит вот этот параллелизм если кто-то предоставит возможность то что называется шедулинга вот этих самых повторно входимых конструкций вот можно было безболезненно выходить из одной конструкции входить в другую и как-то между ними переключаться вот в общем вся эта вся эта машинерия как раз содержится в разделе асинг но его главным недостатком является то что единственный хороший пример на сегодня это модуль асинка для которого собственно все это писалось а рассказывать рассказывать свойства языка на примере конкретного модуля который еще к тому же и в яджаш не засунешь вот я не решился в общем если у меня получится я в какой-то момент сделаю на самом деле мы почти не поговорили про всякие кишки питона например про байт-код который генерится что мы же знаем что питон на самом деле не интерпретирует тот текст который вы говорите а он превращает этот текст в некоторое подобие ассемблера там стековая машина вот единственное отличие важное от ассемблера этой стековой машины состоит в том что объекты там остаются питоновские то есть там есть команда положить стек снять со стека сложить там не знаю вычесть только вот объект с которым вы работаете там можно со списками работать Можно там со страшными экземплярами класса работать. Такое дело. И вот работать с этим байткодом, в принципе, прямо из питона доступно. Есть дизассемблер вот этого байткода в читаемую форму. Интересная вещь. Кстати, через него многие вещи питона становятся понятными. Просто у нас нет времени на это. Есть модуль, который называется Code, который позволяет встраивать интерпретатор питона в другие программы. То есть, грубо говоря, открыть окошко и в нем что-то попитонить. Есть отладчик. Мы с вами говорили, что отладчик может быть доступен из IDLA. Там есть кнопочка. Ну так вот, а есть модуль, который является отладчиком, выполняет его функции. Дальше можно этим модулем управлять, чтобы он отложил питон. Есть, наконец, некоторые конструкции языка, которые напрямую нам недоступны. Но, например, есть модуль Викреф, который делает так называемые слабые ссылки. Это те ссылки, у которых не ведется рефкаунт. Наплодили сколько хотели. Настоящий объект питона так создавать не надо, а вот в некоторых случаях это бывает полезно. Особенно, если вы пользуетесь языком программирования, в котором рефкаунт является строгой дисциплиной. Например, питон. Или там работа за сборкой мусора. Про сборку мусора я, наверное, хочу показать один маленький пример. Просто, чтобы вы понимали. Значит, сборкой мусора в питоне является вовсе не удаление объекта после того, как количество ссылок на него станет равным нулю. Это не сборка мусора, это нормальное удаление объекта. Помним, да? Ссылки на объект накапливаются. Мы всегда можем узнать, сколько сейчас у нас конструкции ссылается на питоновский объект. А потом они начинают исчезать. И когда исчезает последнее, объект перемещается в кэш удаленных объектов, и через некоторое время оттуда удаляется. Удаляется он оттуда как раз вот тем самым ГЦ, габрич-коллектором. Вот. Но это еще не сборка мусора. Сборка мусора начинается вот когда. Когда я пишу А равняется... 1, 2. Б равняется... 3А. И А первое равняется Б. Видите вот эту конструкцию? Метод REPR в данном случае. Метод REPR определил, что у нас произошла циклическая взаимоссылаемость двух питоновских объектов. Сейчас мы удаляем объект, ну допустим, А. Как вы думаете, вот эти два списка, 1B и 3А, они остались существовать? Или какой-нибудь из них удалился? Ну сколько было ссылок на объект А до того, как я удалил имя А? Две. Одна из объекта Б, другая из имени А. Значит, одна жива? Отлично. Теперь я говорю ДЛБ. Как вы думаете, хоть какой-нибудь объект удалился? Они залипли там где-то в пространстве имен, ссылаясь друг на друга. На каждого из них существует по одной ссылке, ни одно из этих именем нам больше не доступно. Вот это мусор. Потому что обычный рифкаун здесь не спасает. Вот. И вот с этим ГЦ как раз справляется. Он такие штуки находит. Был бы время, я бы сейчас показал, как он это делает. Это достаточно просто. Где-то даже в каких-то старых видео это есть. Вот. В любой документации по ГЦ это есть на самом деле. Габочек-коллектор. Такие дела. Отдельная тема. Это массивы, настоящие, в питоне. Вот. Настоящие массивы бывают двух видов. Так сказать. Гвида и его птичий язык. Когда у вас тип массива определяется букивкой. Вот. Это настоящий массив в том смысле, что это действительно область памяти, занимающая столько-то, столько байт, сколько, сколько... Размер массива умножить на размер в байтах одного элемента, лежащий в памяти подряд, с эффективным доступом. Вот это все. Вот. Ну, плюс еще заголовок какой-то, разумеется, от объекта. Вот. Поскольку это все внутри там реализовано на оси, это реально эффективно работает. Но выглядит это слегка так вот... Ну, Гвида любит птичьи языки, да? Вот это массив, создание массива L, long, больших целых, которое будет равно 1, 2, 3, 4, 5. Вот. А это дабл, в смысле вещественных двойной точности. Вот. Понятное дело, что применение этому не очень большое, а самое главное применение этому, знаете, какое? Взаимодействует с процедурами, с кодом на оси, которые как раз такие объекты, собственно, и умеют только распознавать. Вот. А большая тема, это, конечно, модуль NUMPY из CIPY. Это вся математика, вот основная, базовая для математиков, она вся там лежит, и там просто бездны всего, в которые можно, ну, не один семестр нам устраивать разговор на эту тему, если бы я все это знал. Вот. Ну, в общем, тысяча их. Мы с вами еще не поговорили об одном... Ух, совсем мало осталось времени. Мы с вами еще не поговорили об одном важном моменте. Это о том, как разрабатывать программки на Python. О том, как ставить модули с сайта PIP, PIPY. Кстати сказать, там уже их 210 тысяч. Смотрите, сегодня утром было 210 тысяч 100. Не утром, днем, когда я писал план лекции. А сейчас уже 210 тысяч 116. Вот. Напоминаю, что PIPY, Python Package Index, это сайт пакетов для Python, свободно распространяемых, у которых есть нормальный upstream, который не поленился там зарегистрировать. Не поленился оформить шапку, рассказать, где лежит, и, возможно, даже сделать документацию. То есть это реально то, что можно использовать в реальной жизни. 210 тысяч. 116. Вот. Значит, мы вообще ничего не проговорили про разработки на Python. Мы об этом будем говорить в случае, если пятна на Луне сложатся в ту же самую конфигурацию в следующем семестре. Вот. Все. Значит, финальные титры. У меня осталось 8 минут, после чего я исчезаю просто. Кстати, посмотрите ролик прошлой лекции. Там есть совершенно шикарный момент с исчезновением лектора. Вот. Да. Так вот, последнее, две последние вещи, которые хотелось бы за сегодня успеть сказать, вот, после чего я исчезну, это что будет, если сказать import this. Это такая пасхалочка, вот, которая содержит так называемый DAO Python, написанный одним из видных участников сообщества Python, Тимом Петерсом. не DAO соврал, дзен, это, конечно, дзен. Как всякий дзеновский куан, утверждение должно быть самопротиворечивым, но при этом совершенно очевидно. Вот. Например, beautiful is better than ugly. Красивое лучше, чем ужасное. Для Python это важно. Казалось бы, какая нафиг разница? Но нет, если вы пишете некрасивую программу на Python, скорее всего, она неправильная. Имеется это в виду. explicit is better than implicit. То есть, все явно описанное лучше, чем что-то по умолчанию. И это говорит человек, который создавал Python, где по умолчанию практически все. Что значит этот куан? Он значит, что в тех местах, где вы отходите от традиционного порождения умолчаний, обязательно опишите это. Да? Simple is better than complex. Ну, плохое лучше, чем хорошее. Вот это все. Но нет, это не куан. А куан, это вместе со следующей строчкой. Complex is better than complicated. Сложное лучше, чем усложненное. Да, сложное лучше, чем усложненное. Как только вы понимаете, что вы забурились, и начинаете жевать какие-то методы, которые вызываются в случае, если какие-то другие случаи не наступают, и дальше все это документируете, это дизайн-флоу, да? Вы что-то уже делаете не так. Flattens better than nested. Погонное лучше, чем вложенное. Это опять пишет автор Питона, где как бы все сделано для того, чтобы погонного было как можно меньше. Но с другой стороны, это и означает, что когда у вас есть реально последовательные действия, не надо их вкладывать друг в друга, да? Надо их делать по очереди. Вот. Sparse is better than dance. Вообще говоря, это относится в основном к коду. Да, мы точно знаем, что код на Питоне настолько плотный, что пустые строчки его сильно улучшают читаемость. Прочитаемость будет еще. А, а вот и прочитаемость. Readability counts. Это единственная штука, которая, скорее всего, вообще не Коан, потому что я не вижу в этом противоречия. код на Питоне надо писать читаемый. На любом языке программирования надо писать читаемый код, за исключением некоторых. Мы знаем, как они называются. Но вслух не скажем, там неприличные слова есть. Вот. Я же говорю, неприличные слова, но... Вот. Значит, special cases aren't so special to break the rules. То есть, если вам очень хочется поступить в нарушение правил, не нарушайте правила. Не бывает настолько специальных случаев, чтобы ради того, что они настолько специальные, правила нужно было нарушать. Это не Коан. Это половина Коана. Потому что of a practicality, практик... Практикалити, да. Be is purity. То есть, если программа написана очень клево, она простая, она прям такая вся из себя прозрачненькая, но не делает того, что от нее нужно, ну, вы не решили домашнее задание. Вот. Поэтому, если с точки зрения практики нужно какую-то фигню, ну, не очень приятную в нее засунуть, суйте, но имейте в виду, что вы нарушаете правила. Исключения ровно для того и нужны, чтобы сознавать, что вы их нарушаете. Вот. Очередной Коан, который я не буду уже читать по-английски за неимением времени, ошибки не должны происходить молча, вот, если вы специально не сказали, и эти ошибки должны происходить молча. Типичный Коан, да? С одной стороны, у нас есть все для того, чтобы сделать except, и ничего не произошло. С другой стороны, это нужно делать только тогда, когда вы реально хотите, чтобы ничего не произошло. Во всех остальных случаях хорошо бы, чтобы все ваши ошибки вываливались снаружи. Вот это очень клевый, клевый, в случае, как-то, неоднозначности, ни в коем случае, как-то, откажись от искушения бросить кости. Да? Если вы не можете принять решение, это ваша проблема. Это значит, что вы не можете принять решение. Сделайте так, чтобы вы смогли принять решение, а не с помощью случайного, не с помощью рандома. офигительный совершенно кон про то, что должен быть один, желательно, ровно один способ решить задачу правильно. Здесь Гвидо вступает в полемику с... кто у нас автор Перла? Ларри Волан, который утверждает прямо противоположное, что чем больше путей решения задачи, тем лучше. Тоже звучит довольно неоднозначно, с учетом того, как вы просто... Я вот буду сейчас проверять ваши домашние задания. Я столько увижу путей решить задачу правильно, сколько мне не снилось с прошлого года. И тем не менее, да, Питон... Довольно много в Питоне сделано такого, чтобы вот... Если вы написали кремой код, значит, он неправильный. А если он прямой, то, скорее всего, есть один способ это сделать. Но это в идеале, разумеется. Да. Но это еще не совсем кон, а кон состоит в том, что некоторые пути очевидны только, если вы голландец. Это, конечно, намек на самого Гвида. Что для него это очевидно. Ну, знаете, как человек заполнил пол доски, говорит, а дальше очевидно. И это... Что и требовалось доказать. Вот. Половина кона now is better than never. Сейчас лучше, чем никогда. Но это половина кона, потому что often, never, is often better than right now. То есть методология думать некогда, трясти надо одна из худших. И это, в общем, содержится в этом дзене. Если то, что вы сделали, нужно объяснять, вы что-то плохо сделали. Да, код должен читаться сам. Если implementation, то, что вы... То есть ваше изобретение нужно стоять и объяснять, значит, вы плохо изобрели. Но, это половина кона. Вторая половина гласит, но если то, что вы сделали, можно очень легко объяснить, это еще не означает, что вы что-то хорошее изобрели. Ну и наконец, последний, последний кон, это больше вложенных нам спейсов. Потому что они ограничивают, они на самом деле замедляют код, но зато они ограничивают возможности взаимовлияния. Давайте, больше вложенных нам спейсов. Вот такая штука. И последнее у меня осталось ноль минут. Последнее, что я хочу сказать, это, конечно, вторая пасхалка, которой импорт антигравити. Я думаю, что если сказать вот так, вити... Кажется, что ничего не произошло, но нет, в нашем броузере открылась вот такая картинка. Значит, первый кадр, там один человек летает, а второй говорит, ты летаешь как? Тот говорит, это питон. Я его выучил прошлой ночью. Там все так просто. Hello World, это просто принт Hello World. Значит, тот, который стоит, сомневается. Слушайте, динамическая типизация, форматирование отступами. Да ладно, давай, приходи на нашу сторону. Тут программирование снова фан. Тут вообще дивный новый мир тут сверху. Ну ладно, говорит тот, который стоит. А как ты, почему ты летаешь? Ну, я написал импорт, так ты антигравити. И все? Ну нет, я еще забрался в медицинский кабинет и съел там все таблетки. Ну, я думаю, что это питон. Такие вот дела. Кстати, походу, пролоколомирую совершенно замечательный комикс. ХКЦДА. Всем горячо рекомендую. Собственно, все. Значит, я вынужден вас оставить прямо здесь, прямо сейчас. У меня очень срочные дела в центре города. Если есть какие-то вопросы не про экзамен, не про зачет, то давайте сейчас. Про экзамен и зачет я повторяю. В следующий вторник с четырех часов у той группы, у которой есть практикум, практикум где-то в Машзале, об этом будет информационка на сайте, и с шести часов у всех остальных, кто согласен со своим автоматом, будет автомат. Вопросы есть? Ну, тогда спасибо.